Питца церкви впервые. Вот, Эпифан, не от себя, а защищать правду Божию. Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Все, что я учу в эти дни, оно должно быть как-то подсуммировано, и легко, легкие выводы можно было бы, чтобы сделать. И я думаю, что вот так упрощать и делать простые доступные выводы — это неплохо, а наоборот, хорошо. Потому что многие люди относятся к еврейскому евангелизму как к чему-то страшно сложному и тяжелому, и поэтому я хочу все сделать проще. И многие думают о том, что еврейский евангелизм — это для тех, кто умный, что-то закончил, знает иврит, и знает историю, и во всем разбирается, и только таким доступно евангелизировать евреев. Но абсолютно каждый человек, сидящий в этой комнате здесь сегодня, У вас достаточно знаний, в каждом из вас достаточно, чтобы увидеть любого еврея, спасенным и принявшим Евангелие. И вы должны двигаться в этом убеждении, жить этим убеждением, как бы, и продвигаться им. И то, что мы будем делать на этом уроке до восьми часов вечера, мы будем говорить о Ветхозаветных пророчествах. И, честно говоря, 40 минут нельзя вложить все пророчества, сказанные Ветхом Завете, в один урок. Но я попытался сделать это очень структурированно доступным. И у меня есть философия в жизни, она работает в моем случае. Лучше сделать несколько дел очень хорошо. Чем делать очень-очень много дел, и нехорошо. И я, по-моему, вам рассказывал, что я занимался полноконтактным боем, конфуз занимался, и я могу постоять за себя. И несколько лет я даже посвятил тем, что занимался айкидо. И у меня есть базовые познания в айкидо, но я не считаюсь экспертом в этом виде спорта. И во всех соревнованиях, в которых я принимал участие, я пользовался всего лишь одной техникой. И это был, как она называется, замок, да, вот захват, да, захват-замок. И если я вот так кого-то обнял, вот с таким захватом, у него уже не было шансов выбраться от меня. Я называю это схваткой бульдога. Вы знаете, бульдог, когда берет палку, вы даже можете крутить бульдога с палкой вокруг себя, он ее не отпустит. Вот такая схватка. И я побеждал людей, которые более технически были подкованы, и более сильнее меня, и больше провели в этом спорте, только из-за того, что я знал эту технику. И если говорить, переводить это все в духовные категории, то мой вот этот захват-замок — это Псалом 21. Псалом 21, где распятие Христа — это моя специализация. Я привел так много людей к спасению через этот единственный Псалом, как не через другие места Писания. И есть много книг, написанных о пророчествах в 53 главе Исаии. Так много учат, как по ней достигать, как объяснять. Очень много есть информации. И раввины уже знают об этом и говорят так. «Не позволяй этим христианам тебе говорить ничего о 53 главе Исаии». Они ее вообще неправильно понимают, и там все идет только о самом государстве Израиль. И даже если это некорректно, то, что они говорят, естественно, там не говорится о Израиле, там говорится о Иисусе. Но они готовы эмоционально, морально, они готовы бороться и контраргументировать именно по 53 главе Исаии. И для тех из вас, кто не знает, эта глава называется «Глава страданий», где описывается страдание, через которое прошел Мессия наш, Ишуа. Как он умер за грехи Израиля. И они, естественно, понимают это неправильно и объясняют так. Ну, вообще, там описано, как Израиль сам страдает за свои грехи. И каким-то таким образом, вот именно страдая, Израиль покрывает свои грехи. У них есть даже такие учения о том, что через страдания происходит ваше очищение, и вы просто чистенькими становитесь. И, если честно сказать, то частично в этом есть правда. Потому что Писание говорит о том, что как Бог использует страдания и искушения в нашей жизни, чтобы укреплять нас, да, чтобы мы возрастали и работать над нашим характером. Но есть две большие разницы между получить прощение через страдания и быть проведенным и оживленным через страдания. И если вы понимаете все правильно, то, что происходит сейчас вокруг, мы находимся с вами в духовной войне. И самый лучший вариант, как выиграть войну, это неожиданная атака. И атака, которую никто не ожидает, она обычно получается самой удачной, выигрышной атакой. Я никогда не получал нокаута как боксер. И было два раза, когда почти меня отправили в нокаут. И в двух этих случаях это был обычно удар, откуда я не ожидал, и все, что я видел, это ничего, а потом звездочки. И то же самое в духовном мире. Особенно это срабатывает в случае с евреями, которые натренированы контраргументировать христианские аргументы. Они явно не будут ожидать вас, что вы будете делиться двадцать первым псалмом. Это просто валит их с ног, сбивает. И это в хорошем смысле слова. Потому что они не научены, не натренированы отбиваться от того, что написано в двадцать первом псалме. Первый раз, когда я делился тем, что написано в двадцать первом псалме у вас в Библии, в английской и в рите, это двадцать второй псалм. Я, это чудесная история, в первый раз, когда я делился, произошла с моей бабушкой, когда я открыл еврейскую Библию, сказал, ба, прочитай вот это место. Она была ортодоксальной еврейкой с Литвы. Такая очень добрая, мягкая аидыша мама. Она делала самый крутой борщ и бабку пекла. Я все еще скучаю за ней, за ее едой скучаю. Я был уже много лет верующим, и я просто сел с ней однажды и сказал, ба, прочитай этот псалм и скажи мне, что здесь написано. Она сказала, хорошо, и она прочла его. Очень легко сделать так. Открыть Библию, сказать, прочти, и скажи мне свое мнение по поводу того, что ты прочитал. Все, что тебе надо сделать, открыть руку и открыть Библию. И протянуть им Библию и сказать, прочти. И, может быть, вы поставите здесь себе цель в своей жизни, чтобы сделать так, хотя бы с одним евреем, встретившимся вам на пути. Самое плохое, что вы можете от них ожидать, это они скажут, не хочу читать. А это не самые страшные страдания, услышать, нет, я не хочу, чтобы читать. Поэтому моя бабушка прочла. Мне кажется, что она прочла это впервые в своей жизни. И я ее спросил, ба, как ты думаешь, о ком здесь написано, что здесь? И она сразу сказала, слушай, здесь написано о Иисусе. Я сказал, бабушка, что ты сказала? Ты считаешь, что там про Иисуса написано? Это было мгновенно и внезапно. Это, знаешь, мечта любого евангелиста, который хочет так, чтобы все евреи реагировали, когда он им несет послание. Если бы вот так вот все друзья сделали со своими друзьями евреями, дали им прочесть, и чтобы они приняли, то весь Израиль мог бы спастись в течение одного часа. Я хотел бы, чтобы это было так легко. Но вот что я вам хочу сказать. Я вам не сказал то, что я 13 лет молился до этого поговорить с бабушкой. Маленькая деталь, которую я забыл с вами поделиться. 13 лет молитвы за бабушку. Я должен был, конечно, гораздо ранее вам сказать, что ключ, конечно, это молитва. И, естественно, мгновенно она увидела, что там написано о Иисусе. Я пытался не показать, как я шокирован был, то, что она так быстро отреагировала. И я говорю, ба, ты действительно веришь, что там описано Иисусе? Она говорит, да, верю. И я ей задал второй вопрос. Говорю, что же тебя сейчас останавливает от того, чтобы принять его в свое сердце? И она говорит, а, не, никогда этого не сделаю. Я говорю, ба, ну почему? Она говорит, ты бы даже не представил, что моя мама об этом бы подумала. Я говорю, ба, но твоя мама уже лет 50, как мертва. Это вот как сильна еврейская мама, понимаете? Даже после своей смерти ты иногда в ужасе от того, что могла подумать твоя еврейская мама. Она говорит, не, мама перевернется в могиле, если узнает, что я Иисуса приняла. Прошло еще 12 лет. Я вернулся в Южную Африку после того, как жил в Америке. Мой дедушка уже ушел к Господу, и бабушка была в 90 лет, за 90 ей уже была. Я напомнил ей о 21-м псалме, и она напомнила о нем. И я сказал, ба, ну а сейчас тебя что-то останавливает от того, чтобы принять Иисуса своим Спасителем? Она говорит, нет, ничего не останавливает. Я упустил вот эти важные моменты, что я молился столько лет за это. Но в принципе заняло это 18 лет, чтобы вот с того, как я начал говорить с ней, чтобы она приняла Иисуса. Я не говорю, что вам всегда придется молиться лет по 18. Но то, что я вам пытаюсь сказать, вы должны посеять семя, что является Словом Божьим. И не будьте разочарованы, если вы не видите мгновенных результатов. И может быть, персонально, лично вы и не увидите этого результата. Но Писание говорит нам четко, что одни сеют семена, другие поливают, а третий пожинают. Я также и посеял семя, я его и поливал. Но из-за того, что я евангелист, и у меня есть этот дар, у меня есть такая привилегия и возможность не только сеять семена, но еще и пожинать плоды. Я проповедую Евангелие, и тысячи людей спасаются. И для меня это очень приятно, мне, конечно, радостно это видеть. Но смотрите, я пожинаю люди каяться, но в этой картине не видно тех тысяч и тысяч людей, которые сеяли эти семена, которые поливали, вкладывали свое слово. Я только результат, я пришел и пожал. И может быть, в вашей жизни вы те, кто сеете семена и поливаете. Мой посыл вам. Если вы делитесь Словом Божьим, делитесь им как настоящим Словом Божьим, весомым. Делитесь с уверенностью, с убеждением. Многих евреев раздражает то, насколько я уверен в том, что я верю, но в итоге это приводит их к спасению. Мое секретное оружие — это 21-й Псалом. Может быть, это станет вашим секретным оружием. Может быть, Бог вам даст свое личное. Но что я хочу действительно вам посоветовать, что если вы хотите действительно пользоваться 21-м Псалмом, то знайте его, знайте, о чем он говорит. И читайте этот Псалом, знайте о нем, все, что можно только почерпнуть оттуда. И я верю, что если вы будете действительно специалистами в этом Псалме, то вы приведете ни одну еврейскую душу ко спасению. И, как я уже говорил, что гораздо лучше знать несколько вещей и делать их прекрасно, чем знать много и не доделывать все хорошо до конца. Поэтому давайте посмотрим некоторые из пророчеств Ветхого Завета, говорящие нам. И обратимся к тому месту Писания, которое вчера задел Антон. Говорится о непорочном зачатии. Итак, Исайя, 7 глава, 14 стих. Итак, Сам Господь даст вам знамение. Сидевого чреве, примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. И в иврите, в оригинале, в котором было написано Писание, слово дева, девственный, звучит как слово Алма. Алма. Четыре буквы. И раввины пытаются спорить и говорить о том, что нет, это слово на самом деле не означает деву и девственность. И если говорить технически, там в буквальных, как слово разбирается, то они отчасти правы. Они отчасти правы, потому что даже на английский именно это слово Алма перевели как юная. И есть второе еврейское слово на иврите, которое переводится дословно как дева и девственная, это бетула. Но вопрос вот в чем спорят раввины. Когда вы берете какой-то отрывок Писания, вы должны брать его и исторический момент, и культурный момент, в котором оно писалось и произносилось. И слова, которые, из-за того, что культура менялась и со столетиями очень сильно до неузнаваемости поменялась, то слова, которые ранее описывали что-то, они со временем тоже должны поменяться, они не могут уже означать то же самое. Я не знаю, сталкивались ли вы с такой проблемой в русском языке, но я знаю английский. Изменения в языке, по крайней мере, в английском происходят очень быстро. Примерно раз в 10 лет необходимо заново переводить что-то, потому что нужны уже очень многие новые слова для точного перевода. И оригинальный перевод на английский, это была версия царя Иакова, короля Иакова. И я на английском не могу читать версию короля Иакова, потому что до головной боли мы не используем эти слова на сегодняшний день. Это как будто ты читаешь Шекспира, это его языком написано, или какую-то древнюю-древнюю сказку. И да, конечно, оригинальный еврит, он не меняется, не менялся. Но другие языки, которые вовлечены, да, они потерпевали много изменений. Это не то, чего мы, как верующие, должны бояться. Для нас это не страшные вещи. К чему я это говорю, что вот это слово «алма», которое в одном из переводов звучит как «юная», в других местах Писания Ветхого Завета четко переводится как «дева и девственная». И то, что еще тоже важно понимать, что культура достаточно быстро меняется. И в древнем Израиле юная, она приравнивалась к слову «девственная», для них это было нормально. Незамужняя юная еврейская девушка, она автоматически была девственной. Это просто нормальный процесс их жизни был. Я не говорю, что это правильно, но это довольно нормально, чтобы кто-то с同じ age не быть девственной. Я не говорю, что это правильно, но на сегодняшний день тот возраст юных девушек, на сегодня многие из них не девственны. И если бы Писание, например, этот отрывок писался сегодня, они бы, наверное, более использовали слово «бетула», которое конкретно говорит «девственная», для того, чтобы уточнить этот момент, что девушка не просто юная, но и девственная. Еще один аргумент в этом споре по поводу алма, которое не переводят они раввины как «девственная». Раввины говорят такое, что вообще это все христианские происки. Они перевели это неправильно, неправильное вложение в это слово, вложили девственное. Они сделали это в третьем столетии после смерти Христа, когда переводы пошли эти на разные языки. Поэтому они вот для того, чтобы всех обратить в христианство, использовали вот это слово «дева». И вот это абсолютная ложь и неправда, потому что такового не было. Все вы знакомы со словом «септуагинта»? «Септуагинта» — это перевод с еврита на греческий всех еврейских посланий. Например, просто представим себе, что весь мир говорит только на еврите и на русском. И в те времена было два главных языка, на которых они говорили. Это был иврит, и это был греческий. И чтобы иметь Писание на греческом, то, что делалось, это тогда переводилось с еврита на греческий язык. Это то, что является септуагинтой. И вообще, она существовала за 200 лет до рождения Христа, то есть перевели еврейские Писания за 200 лет до Христа на греческий. И где-то 70 еврейских ученых, которые знали еврит, греческий, они собрались со всего мира, и они переводили, делали эту септуагинту. И вот есть интересный факт, который раввины не хотят вам говорить. Эти 70 ученых, они были в те времена, они тогда жили. И помним, что это было за 200 лет до прихода Христа. И они все 70 обсуждали, какое же слово на греческом использовать, которое в иврите звучит как «алма», или юное, или девственное. И они все пришли к одному единому выводу, что единственное правильное греческое слово, которое точно переведет смысл слова «алма», греческое слово, которое в переводе может означать только «дева» и ничего другого. Не интересно ли? И мудрость Божья заключается в том, что они сделали это за 200 лет до того, как Христос родился, а не после. И было поздно слишком менять и вносить изменения в Писание, там написано «дева». И, ребята, имея Исаия 7 главу 14 стих вот с этим переводом знания этого слова и 21 псалмом, у вас достаточно информации, чтобы любого еврея привести ко Христу. И вы там можете еще добавить вот это Левитам 17 глава 11 стих, говорящий, что необходимо пролитие крови для искупления. Я сделал вывод, что одно сильное такое для евангелиста, как для достижения душ, когда вы имеете дело, разбираетесь с человеком, который очень образован, очень интеллигентный, начитанный, он тоже может быть очень одарован в том, чтобы сбить вас с толку и увести в другую струю разговора. Например, когда вы спорите, вы задаете им вопрос «как ты получаешь спасение?» Ну, через молитву, через покаяние, через добрые дела. Они называют это митцвод, исполнением заповедей, митцвод. Тифилим, наложение тфилина, как часть наших молитв, и через покаяние. Но ваш ответ должен быть в таком случае такой «это все хорошо, но это не убирает твои грехи». Согласно закону Моше, только кровь может покрыть и убрать грех. Поэтому задаю тебе снова вопрос «как ты спасаешься?». Вы делаете это очень аккуратно и очень нежно, но все время направляя их в правильное русло разговора. Другие вам просто начнут говорить «а что по поводу пришельцев?». А что ты скажешь по поводу динозавров? Жили они с нами или не жили? То есть они будут всячески пытаться вас увести в сторону. Я слышал о том, как меня спрашивали «слушай, а что ты так уверен, что мы вообще единственные во всей Вселенной и живем тут на планете? Может, есть жизнь на других планетах?». Что по поводу жизни на других планетах? И на такой вопрос я отвечаю очень легко и говорю «слушай, я уверен, у Бога есть план для других планет. Давай поговорим о нашей и о нас с тобой». Делайте это аккуратно, нежно, чтобы они не чувствовали, что вы их пытаетесь контролировать, но всегда держите их в вашем русле разговора. Но попытайтесь строить свой разговор, свой диалог в виде вопросов. Вы задавайте вопросы, чтобы они давали ответы. Тогда у них будет понимание, что они сами пришли к этому выводу. Они говорят ответ, что не вы их заставили и не вы их направили. И если они сами через ответы придут к выводу, что им нужен Мессия, это будет их решение, а вы просто достигли результата. Какая вам разница, с какой стороны вы его достигли? И я искренне верю, что у каждого из нас уже достаточно многое есть информации, чтобы достичь любую еврейскую душу для Господа. И то, что я считаю максимально эффективным. А я хочу поделиться с вами последним таким, что я считаю очень важным. А Псалом, который говорит о воскресении Мессии. Сейчас мы посмотрим, какой это Псалом у нас. У нас это должен быть пятнадцатый Псалом. Псалом, который говорит о воскресении Мессии. Девятый Псалом, первый стих должен быть, запишите. Вы просто запишите эти места и почитайте, поизучайте их сами. Я думаю, что это знакомые для вас места Писания. Исайя, 9 глава, 6-7 стих. Здесь это то местописание, где говорится «сын был дан нам, рожден нам». И что на его плечах будет? Правление будет на плечах его. И он будет назван чудный советник. Отец Вечности, Князь Мира. И да, конечно, что все пророчества, они важны. Но почему это пророчество очень важно? Евреи утверждают, что для Бога невозможно иметь сына. Бог не может иметь детей. Но Исайя, 9 глава, 6-7 стих. И говорится, что «сын был рожден». И перечисляются имена этого сына, и два из этих имен. Одно из них «Бог крепкий». И второе имя «Отец Вечности». Можете ли вы представить кого-то, кто родил бы себе сына и назвал бы его? И чтобы вы назвали своего ребенка «Бог крепкий». Слышали вы, чтобы ребенка назвали «Бог крепкий»? Никто не называет ребенка «Бог крепкий». Но на самом деле сын был рожден, и это один из его титулов был. Второе имя у него было «Отец Вечности». И здесь четкое местописание, где мы видим, что рожден был сын, и что были у него имена, и одной из них было «Бог крепкий», и второй «Отец Вечности». И это очень явное, яркое и четкое пророчество в Ветхом Завете, говорящее, что будет рожден сын, которого будут называть «Бог крепкий» и «Отец Вечности». Одно мы еще пророчество до перерыва посмотрим, и несколько после. И это в книге «Притч» может быть… Смотрите, это не называется «явное пророчество», оно находится в книге «Притч», но это «Пророческий стих». Притча 30 глава, 4 стих. Мы читаем «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли? И первый раз, когда я услышал про использование этого псалма, притчи, местописание, притчи 30 глава, 4 стих. Это когда один раввин венгерский пришел к более главному раввину и говорит, слушай, если мы верим, что у Бога не может быть сына, тогда что здесь написано? И главный раввин ответил, мы на эти вопросы не отвечаем, мы не разговариваем на эту тему, все. И ответ, который дал ему главный раввин, что мы не занимаемся этими вопросами и мы не отвечаем на такие вопросы, заставила и побудила этого раввина искать на самом деле истину, и в итоге он покаялся и стал верующим в Ишуа. Субтитры создавал DimaTorzok